Слава Небесной, утешитель, души и сильны, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю прийти все и сядны, и очистены от всяких смертных, и спаси Ваше Душа Наша. Отец наш небесный, благослови нас любит Слово Твое живое и вечное, ибо по нему Ты будешь судить каждого из нас. Не дай нам уклониться ни права, ни врева, от истинного понимания. Тида слава, Отец и Святой Дух. Аминь. Послание к Ефесянам, 6 глава, 8 стих. Зная, что каждый получит от Господа, по мере добра, которое вам делал, раб ли или свободный. Толкование Бога. Так как, вероятно, многие из Господь, Эллины и ведущие, не делали никакого добра по отношению к рабам, которые хорошо им служили, то говорим, если не получишь награды от Господина по плоти, то примешь ее от Господа всех. И здесь показал, что говорим с ними как с совершенными, а не как с детьми. Ибо детям Он указал на земное долголетие, а этим указал на будущее. Простой, понятный. О чем сейчас рассуждали, а братья и говорится. В 2.18. И Яков об этом говорит. Покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел твоих. Вот оно и есть. Эфесянам очень нуждались в этом. Их упрямство, недоверие, все это высветило. Не надо этого бояться. А я правду скажу, отвергется и говорю, это его путь. А сколько будет, сказать истинно указать. Как это выглядит. Я сегодня-то сейчас был, и Никита, который здесь был, колесник, он лазит по всем помойкам. Каждый день что-то находит, копает. И какого-то нашел, я говорю, не знаю кто он. Говорю, кто приезжал у нас, был ли, я так и не понял даже. Кто он такой, со священческим крестом сидит, что-то недоволен. Ты за себя отвечать будешь. И я за тебя имею, и ты за меня. Пошли дальше. Девятый стих. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Поколамя. Так же, как? Служите охотно и не как человекоугодники, но со страхами к препятам, то есть по отношению к Богу. Ибо хотя словами прямо этого не выразил, но желает всего. Служит ведь и Господину, Господин Рабу. Служит ведь и Господин Рабу. Заботясь о нем. И доставляя ему все необходимое. И вообще поддерживая его. Иснисходя к нему, как и Соломон говорил, разделяя с ним труд. Не сказал, оставив пич, но даже строгость, а тем более наказание, то есть его угрозы, не бывайте жестокими. Смотри, как ускорошее. Ибо говорит Господь, какую меру мерите, такой план будут мерить. Матвея 7.2. Не слышишь и ты. Не услышь и ты. Злой Раб. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе поминовать товарищам твоего? Матвея 18.2. Не думай, говорит, что если ты будешь жесток к своему рабу, то не дашь ответа перед Богом вследствие ничтожности этого лица, раба. Это ведь свойственно внешним законам, которые знают различия между благородством и рабством. Потому что от людей эти законы. Но здесь не так. Потому что ты и сам есть раб того же Господа. Хотя бы ты и был жесток в отношении к рабу. Ибо изначально Бог не сотворил рабство, но его создало любостяжание, как относительно пленных, и оскорбление родителей, как это случалось с Ханаамом. Но если и не от Бога это произошло, однако подчинение Бог узаконяет ради главного устройства. И чтобы жизнь не была оттягчена кровью. Утишивает, сильно горит крутых. Над нами Господь. По сравнению с каким-то рабом, который класс я не кончал там. Тут он начальник. А перед Богом-то ты вообще никто. То есть, а как удобно здесь? Срочно, благоразумно. Оплатить надо. И как они рассчитывались? Раньше табленности не было, а дома. Рушилку у меня брат делал такую. Ее крутишь, а вверху у него там дырочка насыпает зерно, и оно туда попадает. А как? Два пенька, ну, щурки такие. И туда набитый-битый чугун какой-то. Расколотый. Ну и так, примерно, по ровному делает, а наломает. Ну, ох вы, дербите когда такое. Ты можешь это делать? Ну, а куда дальше-то? Надо рассчитываться, а у него нет, допустим, то он брал вежущее счастье, которое пили, домой тащит. Над ним, который хозяин. Безнесня. Скажите, кто он там? Богатый, косирый, а то еще нету. Так, платишь или нет? Нету, берси надежды у него забрал, пойдем домой. И Библия говорит, отдай вверхи, круг дай. И одежду, дай ему одеть следующее. То есть брали. Я у тебя дни, тебе трудно будет спать. Ты все равно отдашь мне, чтобы одежды-то выгубить. И все это указано было. Вот такое было состояние. Но сегодня как? Счеловек думает, уезжает за границу, а там его брал, как бы, ипотека или что-то возил. Нету. На лицо она одна вещь, все это стоит вот так вот, она откинулась, вся не взялась, что оказалось, такого же возраста, такая же фамилия, и такое имя, она собралась, как за границу, кажется, в Великобританию, и люди вывысили. Пока разбирались, зубеев отпуск прошел. А то не она совсем. А сегодня так, элементы, если не платил, за границу не выплатят. Ну и правильно, мы должны это вне верствовать. А власти начали смотреть за это. Там нахватал долог, теперь винулся, уехал, все на этом. Конечно, это не те, которые миллиарды. Но то, что для них миллиарды, для нас это сотня, тысяча какая. Вот так. Поехали. Десятый стих. Да. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Толкование. Дом каждого есть, как и войска. Поэтому уже, приведя в порядок все силы, выводят их на войну. Ибо, если каждый в отдельности не будет нарушать своего порядка, тогда и военное дело будет в хорошем положении. А так, как уже многое, что казалось расстроенным, он привел в порядок, то не страшитесь, говорит, но дерзайте силе Господа. Ибо у него не просто сила, но могущество силы. То есть, он имеет силу незреченную и все превозмогающее. Вот тут и дела военные будут как. А молятся человек, и когда враг отступал, с неба падали камни. Откуда ли камни? Камни падали, нигде не было. И погибло от камней, больше еще на войне. Вот Бог как делает. У меня приходилось такое, что все, уже я пошел сказать, что вот так-то, чтобы не делал плохо. А вот никак. Я летом еще молился, вот приезжаю, слушай, а никого нету, буквально. Двухэтажный дом рядом стоял. Ну, там уже 11 часов, там гуляют, в окно выставлено, добежит. Приезжают, нету дома, разобрали. А люди, ведьма, по теме дали. Поэтому, надо смотреть, как к нам Бог относится. Двухэтажный дом, потому что по совести додаст Господь. Пошли. 11 стих. Обредитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни Дьявоса. Вот так теперь его царевая, а теперь оружие посчитаем, какое будет. Толкование. Если оружие такого не дает, а с тобой не берем. В чем состоит все оружие, это покажет несколько пост. Но заметь, почему он не сказал битвы или войны, но козни. Козни есть обольщение и выловление посредством хитрости. Ибо враг не открыто предлагает грех. Например, он не склоняет явных и долбоклонств. Но предлагает к этому иным способом коварство, то есть правдоподобным словом и пользуясь хитростью. Павел же указанит, что противник ужасен и изворобил, ободряет их и побуждает к осторожности. Ну, двенадцатый вопрос считать. Хорошо, человек, когда Тарус говорит, что-то там делает, а сам, ну, это еще такое гневливое слове, ты, говорит, кормишься ягодом. И за это ответишь. Ты прямо выскажешься неправильно, где-то поступил, покаялся, брат, прими его. Если, конечно, он брат, а не не ходи. А все для другого, видишь, был вербищат, как дикий век, как кабан какой, кидается на всех, раскидывает. У Бога все выигрывали. У меня фильм есть еще, что он просил, чтобы его приняли. Батюшка звонил, несколько раз я отказывался, и, наконец, я принял. Ну, фильм поставили. Ну, фильм эпизодический, там, он занял первое место на международном киноконкурсе. Документальный. Ну, это, кажется, вообще уже достижение какое. Но, дальше смотреть, что будет. В этом фильме у нас в Павловском соборе было три священника. Николай и два Михаила. Одновременно, почти все уходят в жизни. У батюшки было так же, который был полномочий, это по делам религии. Как правило, это бывшие генералы КГБ на на пенсии уже где-то. Мы тоже на них наседали. Батюшки говорит, я смотрю, сейчас ни одного лени нету. Он знал, где померли. У него все есть до назри халвы. А жизни нету. Все. Доверяйся Господу. А вы желаете, что желаете, я молюсь каждую людей, которые нету. Я выхожу каждую ночь под звездное небо и идем, вспоминаю, молюсь. А человек не меняется. Ээээ. Я ничего про это сказать не могу. Меняется или не меняется. Это все перед Богом. Там может быть такое накопление в сердце идет, что человеку путь уже открыт. А нет, начни, нет, ты не потерял ничего. Вот я схожу на улицу, помолюсь, а потом захожу в стопопоплодную молитву каждую ночь. Пораньше идешь спать и уже так привыкнешь. Думаешь, сегодня в субботу на воскресенье вставать неохотно. Нет. Себя поднял, оделся, пошел. Смотри, где луна стала огромная такая, чтобы помолить звезды, тишина в деревне. Начинаю с этого там молиться за батюшку, за фермера Игоря и дохожу до вас. Вот ты испытаешь пока, ты поймешь как радостно видеть, что Господь позволяет принимает ответ, что изменение есть. Изменение Бог может показать, сам человек может ошибиться. Вот он говорит, вот он теперь там его, люди-то говорят, а я вашего сына видел, он там кем он служил? Они посадили меня, а другие заставляли окопы копать, окопы копать можно, снаряды не будут показывать, но бывает стреляет, а кто-то там отдельно говорит, не дает перелет, этим тоже не заниматься. Никакого участия родители крови не делают. Сегодня, завтра тебя пример потом будут ставить, если веришься, вот верь, как они верят. И поэтому, что призван в армии, это еще и еще не говорит, он может быть многому намерится доброго. В армии тогда было не воевать, а как говорят, не знаешь, научить, не хочется ставить. служил? Нет, я могу еще сказать. Вот, везде написано не курить. Мне пришлось работать на одном складе, там написано за курение под суд. Не кури, не дай. Под суд, сразу арестовывают, и тебя судить будут. Года два-три сразу лягнешь. А что такое? Подводные мины, которые сбрасывают на подводную лодку. Повернули. Тебе кажется, как? Мне кажется, она 50 метров выселась. Повернула, она падает 50 метров от поверхности сразу рвешь. Сколько лодок потопили? А ты закурил, это все ах, куда полетели? Закурили под суд, и возьми это всегда такое, не позволяй курить, берем и курить запрещается. Ну, были такие, которые не по счету все. Вот, нападал когда этот, а вот тут были, а мне сейчас говорят, а вы не знаете, что у них? Их же все вы так правильно опротов. Да вы что? Почти все убиты. Не знаю. Я уже второй год ищу в городе, где они есть, чтобы начать рассказать, какие у них воины. Нигде нет. Да как же нет, это же организация не маленькая. Ну, вот так. Пошли. 12 стих. Потому что наша брать не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Толкование. И это не для возбуждения страха, говорит, но для того, чтобы сделать внимательным. Ибо тот, кто указывает на силу врага, делает тем самым своих более осторожными. У нас дело, говорит, не с обыкновенным врагом и не с людьми, подобными и равносильными нам. Как Бог начало и власти имеет, так и на обмен ветерану строил в себя подобные же порядки. Против мироправителей не смысле обладателя мира и твари, потому что Писание миром обыкновенно называет лукавые деяния и тех, кто совершает тонны, как выражение «выния мира» Реана 15-19. То есть не из числа творящих злое. Теми же обладают демоны, потому что они добровольно отдали себя в рабство им. Тьмой называют непотребством, которое является и существует в 7 веке, но далее его не простирается. Против духов злого, так называют демонов. А так как и ангелы в суть духи, то он прибавил злого, потому что те духи добра и света. Говоря же, что мы воюем не с плоти и кровью, он через противопоставление дает знать, что воюем с подвижными, непобедимыми, в коварстве и трудновуловимыми, поднебесными. Через это опять побуждает бодрость слушателя. Опасность говорит о великом деле, ибо дело идет не о земном и тленном, а о небесном. Предлог «вын» употреблен вместо «за» и «ради», как бы говорят, «ради небесного воюем», и потому нужно быть бдительным. разными являются люди. Сейчас ты снопение одного из-за послушать, я вам спину туда. Там припеп ой-ой-ой, видел? Голдовоз, голдовоз, который выщербывает, увозит, и он написал «это, детали играют». Там есть Высоцкий играет и исполняет это. Никак говорит, «это дерьмо от колесок не отходит». И как люди приходят и мимо таза ходят, и пальцы протираются на стенку моржутся. И опять «голдовоз, голдовоз», припеп. А дальше «ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой». И главное автор играет на гитаре очень сильно. Я скину сразу. Большая цистерна стоит, которая закачивает ударом, которая уже уносится, а то где люди живут, там выкачивают Ты мне один рассказывал, когда гитера победили, а теперь в Китай пошли, все японцы не драться Ну и один уронил щицы в туалет А там китайцы тоже друзья были, он говорит, не переживай, две человека у тебя в руках будут, а как так? А сам смотри Он послал Адамуя, куда бы все сказал это, тот другим сказал, залетели ребят с козинами, а козины не промыкаем где-то, через плечо или удобрения А дальше этот человек, ясно дело, увидел нечисли одну и подали двоих Удобрения нет, а у них все растет Китай крошки одной даром не выбрасывает Это мы, потому что такие богатые у нас все Тринадцатый стих Для всего приимите все выжие Божие Дабы вы могли противостать в день злы и все предаленно устоять Толкование То есть в настоящем веке, потому что его называют злым днем А злых дел, совершающихся днем Ободряя также и указанием на то, что время борьбы кратко Ибо называя днем, указывает на его краткость Всякие страсти и постыдные пожелания преодолев То есть победив, вымерты А так как многие после победы палят То, говорит, устоять И после победы нужна твердость Чтобы побежденный опять не восстал войной Ибо, если мы предадим себе свечности Умерзленный враг непременно снова живет Заметь, что возможно преодолеть и стоять твердо И мы не должны потом молодушествовать под предлогом Что враги могущественны Ибо нам дана такая сила И мы научены такому искусству Что и с демонами можем бороться И даже больше не только бороться Но быть настолько страшными для демонов По силе обитающего в нас Чтобы не нуждаться в борьбе А просто покирать змея и скопионов Съезжих, говорит Павел Потому что многочисленны были у них противники Молочая Что при посредстве сих воюют с нами демоны Посему не на людей гневайтесь Гневайтесь, а вооружайтесь против демонов По там еще временам А многое изменилось Да, борьба в демоны Просто избавит нас от рукава Молитва очень наша Включается на это А как он подходит? Он принимает вид Ангела Света Великое дело, что сам Сатана принимает вид Ангела Света И поэтому и судьи, говорящие себе Что они верующие Христиане, на самом деле Родны и Божии А как избавиться? А избавление не говорится От лукавого То есть от его проистра А некоторые думают Вот если бы Господь дьявола сковал Его бы не было Где бы вы жили, не грешили Не грешили Это маленький рассказ есть такой Бабка пошла в церковь Там лук обратно Не протолкнешься Ну я раньше ела Она яйца крашем спрятала Когда ушла, она была Давай искать, я яйца не нашел Это она на стол залез И там у бабки горит свет Все время лампадка И есть кто держит в руках И пищет яблоко Это яйцо Бабка пришла, смотрит На Юрия Каталет И я потом говорю, ну Да не сатана ведьга научила Вдруг такой базарит Я сам у него учусь Вот так Всех так ухитряется делать, что Надо просто понимать И чего не будет делать Вот у нас заходят двое Которые осознание Каждый раз Перед тем как зайти Они говорят Братья и сестры Прошу помолиться Я одержим за духом Одержим На каждом шапу лыжет Ну с Русиком можно сказать Он врач Собирается на Украину Он врач Рентгеном Русик Гусян Ну вот он затеял Вы мой духовное тесто Может быть Я не обещаю ничего Если что нужно Я через кого-то пошлю И вот сейчас его коснулось Вот так Нам Господь и сегодня дает Мы видим Тое что видим Почему так получилось Начинали мы два одинакового Один по-прежнему Слово Божие несет Одним на два стрелы И едва на колени встанет Что-то Некорай Георгиевич Может сказать Да Мне вопрос Примите Первый вопрос Все оружие Божие В чем оно заключается Все оружие Пересчислять будет И Сейчас минуточку И В день злый Как это определить Злой день Примите Ждем спасения Да Ждем на голову спасения Ты верный должен Междуковный Которое Слово Божие Не дальше пересчислять всех А все оружие Которое есть Слова твои Так как клуб натянутые стрелы Точно в цель попадают Он и говорит Это все оружие Божие Не человеческое Не на заводах сделано Толкователь объясняет Что такое злый день Мы прочитаем У нас подробно будет Возьмите У обуви Готовность Благовестных идти Как прекрасны ноги Благовестующих мир Благовестующих Благовестных Видите Подпаяшись Какое Истинное Господне А человек Который не знает У меня пояс Если Бляха Мало что есть Это другое оружие Совсем Ну Междуховные Междуховные Которые Есть Слово Божие Значит Вмечателя Не хватает А ты Слово Божие Считаешь Пользуешься Это Междуховные Вот Кефесянам Он подробности Перечисляет В чем Мы нуждаемся А если Более подробно На сегодняшний день Скажут А такой Танк Там где-то есть Танк Это для многих Где-то У нас Колесница Приколеть Говорит А на колесницу Сам Господь Вот сейчас Второе Пришествие Христа Видел Плохо Поставлено И главное Как Волния Старкает На кладбище Льют Мертвецы Стоят Встала Голова На всех Селы И начинает Тело Сразу Появляется Потом Одессы Ну В общем-то Да Так написано Господь Допускает Нас Он Сразу Берет В себе Верующего С телом Мы Достаемся И С телом Оно сгнило Ни одной Молекулы Будет И оно Опять Соединится С этой же душой Но Только Если У тебя Не было Зубов Не было Глаза Этого Не будет Все Будет На месте Я Отца Своего Не видел Двумя Руками На Проте Оторвал Если Мы Внимательно Будем считать То У нас Вопросы Никаких Будет Сразу Задумался Шлеп Спасение Это Волом Он Сохраняет От Узара Она Так И Что Мы Не Спасем Я От Блуждания Пытливого и гордого Ума Да Бог И Пересисления Какие Припаяшись Истины А Ложе Припаяшись А Ты Сразу Скажи Вот Сегодня я слышал Говорит Говорит И там Приезжал Такой Потерянку И вот Он Что-то Где-то Я говорил Ну Настолько Мне непонятно Может Я слышал Это Никита Везде Выискивает И выставляет Был в России 5 лет Значит Тебя поставили Специально И Сюда У него Выхода Никакого Нет Он Тоже Он Называет Кто влияет на себя Сами Указал на меня И Каждый Копается Что-то Где-то Я понимаю То есть У него У него С Такой Такой Был Да Теперь Деваться Это не было Действительно Не надо Еще Там В Украине Он Такой Поставил Что Я Только Добром Набрал Зато Другое Неделя Проходит А На Язык Отдельный Это искаженный Русский Язык Как Владимир Вольфович Жириновский Говорил Я не могу По пятьсот лет Оттуда Нахватали Везде Буква И Война 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 Но Грубо Он Биво Везде Буквы Там Много Все Я только читал И Слова Такая Это Женщина Она Это Кота Фитов Нарошишь язык Его Никто в мире Не учится Русский Язык Его изучают в разных странах Латиноамериканские Китай И везде В Индии Везде изучают Русский Язык На четвертом месте стоит Потому что Сколько Неприбеленных материалов На те языки А А Я ему Показал один раз А он Бабилю Я больше не стал говорить Это Не язык Язык Страдавшего народа Почему? Украина Потому что она Самого края России Там Была Женовский Говорил По частям Разнесут Она упаду И подошла К этому Да А вы Слышали Как Какое-то Большое Выступление В Америке Но Вайдену противоречит Трамп И В него Стреляли А ты видел как Стреляет Какой-то Кополь Как охранники Выскочили Закрыли его Какой-то То-другое В ухо Попасть Или Просили Чтобы он Ушел И Убивали Или Промазали Еще неизвестно Попасть в ухо Но Без Без Сталпы Я Как Когда Он Будет Выступать А Вокруг Который Вышел Не один А Вокруг Я Стрелял Охранники Выскочил Один Стоит С Автоматом И Он Сразу Упал И Спрятался За трибуну Его Тоже Болящими За него Помолились Его Спрашивали Ну как Президент Такой страны Перед народом Наступать Как Вы готовились Никогда не готовились Какую-нибудь шутку скажите Люди засмеются А как они жили Так и буду жить Их не исправишь Хорошо так Сказал И когда еще Ну Был Президент Что-то маленько Пошутил с того Что народ Острадает Тоже Легко его делается И они Хлопают в ладоши А он же богатый Вот там Небоскребы какие-то На этом Миллианты А Вы Считайте Ну Считай Вот сейчас Это Белоусовка Выступает Андрей Ремович Вот надо быть Каким Он до самого Коя Из тихотворения Там где-то в одном месте Как-то моё Взяли Как богатый Должен делиться Бедный Сейчас Выступает А вот Такое КГБ Они ко мне приезжают КГБ Ну прижали Что Ты же не знаешь О чем говорили Нет Ну а показать Никита его поставил Поставил Здоровья Он там ничего не говорил В моём доме Обратился И стал Священником Офинцёр КГБ Тебе это Известно? Нет Ну найди ещё где-нибудь На весь интернет Найди Чтобы честь православного У меня ни звания Ни дьяка Ни священник И обратился Человек Строгий Такой Во всем Дисциплина Какая у него Стал православным Он говорит А когда беседовали Помните Я хотел вас в окно Выбросить Пятый этаж А потом Обратился к Богу И стал Священником Вот как Господь делал Главное Это здесь Благодать Божья И они ещё Это не могут сказать А вот тогда показали А вы знаете Евреи всё захватили И деньги у них И золото И пресса И юриспруденция Знаю А почему не боретесь? Каким оружием дать им? Набейте их отцу Набей жену Спасай Россию Я говорю Россия старая принесла Где на России? А России нет А они какую силу набрали? Так надо бороться Надо Как? Любовь Покажите им Что со Христом Выше быть чем без Христа Вот знаете Нет евреев Который бы стал Православным священником Чего обманывают Ну я назову его Аналогу Израиль Чистопородные евреи Мой удобен стал православным Пусть через каждый Епископ и священник Один еврей Стать православным священником И вопрос снят им Ну никто не может показать А он выходит Такая Отец твой Слышал Он ступает Как он везде А как Ну часа два у меня Павла Пролезли в общество И больше не пошел Мы идем дорогой А он гидом работал Гид это показать Какие-то значимости В стране Проще Очень видный Такой А потом я его Воспринимал Купель Это Переделкина Дальше Дальше писателей Он говорит Мы Девушки Женщины Одевали Одну Одежду Чтобы никто не подумал Что-то А вы раздеваете И вот так Это Тронул Вот так Стоит на ноги Переказывается Мужина Стоит На нашей На пятке В храме У нас Я выговорю Я говорю Ну что ты так делаешь Ну я не знал А ты не знаешь Как называется Я тебе говорю Блудная мехорадка Тебя трясет А как мы узнали Я говорю Тебе сказали Так я всю службу дыкай Думал об этом Службу У нас здесь Приезжай Приезжай Я всю Думал о блуде Так и я это придумал Я готов Я готова Я готова Я готова Это сказать было А я сказал А попало Как раз А как надо Молиться Господь усмотрит Еще Поехали 14 стих Еще 24 минуты Итак Станьте Припоясав В чесло Вашей истинно И отвлечься Правильной праведности Да да Слушай, мать Припоясавши истины Пояс Говорит о выстине Второе И облечься Броню праведности Броня 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 Дай такую справку Чтоб железная была Чтоб Не один Кто к нему приступал Да Швонтер 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 Чтоб не один Швонтер не подошел Отказал по телефону Знаете Собачье сердце Броня Броня Я должен был В долге Один раз в жизни С обеда до вечера Хорошо знакомый человек Покупал дом И у него не хватило И никто не дал Я ему дал Что Понятно А дом Покупал я И покупал не для себя Вот этот Некто Перед вами Некто И у него Помол бегами Дом купили Отвечу Я уже нашел У меня на работе Я работал Тридцать два должника Было Должны Я записывал Стрелка туда Взял А обратно вернул А один пришел Я говорю Взял стрелку На ту сторону Да вот там Это Теща Я говорю Ваня Я обманываю Нет Не обманываю Ну может в этом щеки то Спроси у них Вот Люба ждала бы идет Ну я ходил Сказали все денег нет Внимательно смотри сюда Она заходит Люба Деньги рез Займет А сколько вам надо? Теперь за мной Тихо цифру назвать Я другую назову И она даст А тебе сказала что нет Разница Почему? Она знает что я не терпим Она знает что это она делает Для кого то Из-за себя Вот и все Ну и Ваня Пошел в нищем А я же не сказал Ну я скажу Я вообще там Его похоронил Живем Никто не убирал Глупость Она не пойдет Вот так Дальше Броня правильности Броня Чтоб мне что-то в нос Не сунул Не обвинял Нас все попало Толкование В деле войны Первое Уметь хорошо стоять Так что еще? В деле войны Первое Уметь хорошо стоять Ага Поэтому Павел Прежде всего Советует Относительно стояния Требова Чтобы оно было правильное Как приличное войну Прямое Ибо надлежащим образом Стоящий стоит прямо Не наклоняясь к чему-либо Всего-либо И просто так А вот когда Генеон Трумзловал Сюда Как? Он Под голову Кручил Одни Наклонились Остали пить А другие Ладони Подносили к себе И лакали языком Как собаки А их было 33 тысячи И только 300 человек Благодаря остальные Наклонились Господь забраковал Почему? Я не понял Потому что Наклонились Они не щелкнули Отвержения Игрли Враг В это время Умусили А этот пил И глядел На минуту оружие Они положили свои винтовки Автоматами Наклонились Давай пить Перед Богом Все По это время Враг тебя тужат Тут большой Большой Пример Никуда не отступай Дальше Как и тот Кто не стоит Не есть прямой Например Человек предпострастный Сребролюбивый И живущий роскош Он наклоняется Пригласили Где-то Не стоит прямо Наклоняется К чему-нибудь Наклоняется А к чему наклоняется Больше всего Наклоняется Куда куда не надо смотреть После После Состояния Припоясывают Поину Конечно В духовном смысле И того Которое Расплывается И находится В расслаблении От пожеланий Скрепляя Стягивая Посредством Пояса Череслами Называют Душевное Мужество И все Выносящую силу Как дно У кораблей Так и чересла У животных Составляет Как бы Некоторое основание Потому и мы От утомления Часто отдыхаем Положив руки На чересла Таково же Положение Духовных Чересел Которое Расплыв Повелевает Припоясывать Истины Заключающиеся Как в учении Так и в жизни Обучение Правильное И по жизни Ты исполняешь Другого не должно быть Припоясом Истины Ибо Никто из еретиков Не припоясывается Истинно Но они Вращаются Внизу Около земли Не имея возможности Постигнуть Ничего Возвышенного Под человеческим Помыслом Вращающимися В долг Исследуя Божественное Кроме того Будучи Не тверды И в жизни И подчиняясь Обучениям Мира Они не только Не припоясываются Истиной Но упав Низко Даже Жаждут Лжи Но мы не таковы Должны А во всем Следовать Истине Будет ли это учение Должны Истину Будет ли жизнь Точно так же Мы должны Быть Нелицемерными Чуждыми Коварством Не допускать Лжи друг к другу Если мы Таким образом Будем припоясаны То будем В состоянии Стремиться к цели Припоясыванием же Этим он дает Знать Что нам всегда Должно быть вооруженными Как и Давид говорит Как пояс Которым всегда Поясывается Псалом Истинно У нас Разумеет Желательную Способность Ибо В телесных Крупностях Которые В Писании Символы Пожелания А под истинной Способность Созерцательную Поэтому Мы утверждаем Что Павел Здесь Увещает Всякое желание Нашего Припояса Созерцанием И размышлением О Боге Ибо Созерцающий Бога И находящий Радость в нем Как поистине Возлюбленным Не допустит Чтобы его желание Обратилось на что-нибудь Низкое И вращалось Около земных Предметов Правда здесь Называют вообще Добродетельную жизнь Как бы говоря Облачив свою грудь Праведными делами Ибо Как броня Делает человека Неизвелимым Так и правда Того Кто облегся в нее Вот так Ну тут все понятно Объяснилось И дальше Внимать Послушайте И 15 стих И о Бог В ноги В готовности Благовестовать Мир У нас это права Нет И на исповедь Священник Спрашивает Священник должен Спрашивает Это А почему Нет Причина Как правило Та что И сам не делает Этого И дети Вот вокруг деревни Мы все до одной Прошли Все Только большие Которые Районные Центры И проще 650 Мест посетили Библиотек И всех И всех наградили Такого путешествия Никто никогда не делал И сравнивают У нас Вот говорили вы Что с апостолами сравнялись что ли Я говорю Никак мы не равняемся Мы выше Выше апостола Да даже сравнивать не надо Апостол сказал Ушел И еще нету А мы Библии им подарили Евангелие отдельно дали В каждый двор Евангелие заносили Апостолу ни буху не оставляли И что лучше И что лучше Ушел А теперь у него неприятность Устал считать Что нам дали Ну посмотрим давайте То другое Тут баптисты Поварили сходить А пошли куда-то Говорят А вы не Абраткин Православный был Нет там он православный А вы баптисты И все сохранилось Сколько людей через это пришло Да их никто не считает А теперь там Никита А макулатура Макулатура А ты видел-ка считай Нет, не видел Я книги там даю А за 38 домов Разложили Один берет Второй, третий А этот, который записывает Подождите Я ничего не записал А уже одна книга лежит Даже не устала Выписать ее А почему Потому что там ответ Я беседую не с кем-то Главный банкироват тайского края Я книгу новую дал ему А мне надо на следующей книгу Деньги найти Вот Он из нее Что-то там читает Я говорю Владимир Филимонович Что-то такое Да, кстати, ты тут тебя Про себя нашел на песчатку А мне не хватает 50 тысяч выкупить Я ему ничего не сказал Я говорю Речь там не как идет Он залез шкафом головой Туда Вытаскивает ровно 50 тысяч Вот как Господь делает Вот как Господь делает Я на таких шиписах рассказывал тогда Готовился ехать А она горючая Нам только на одну поездку потребовалось 440 тысяч на бензин Вот как И в это время Звонок А кто Булкин Димитрий Город Калининград Бывший с Калининград Мы слышали Вам деньги нужные Посмотри где они находятся За пределами страны За Прибалтикой Ну я книги уже не издаю Я умею останавливаться А Конечно Димитрий Город Калининград Мы едем на дорогу Только на дорогу возьмите Когда машина в Швеции сломалась Нам сразу сказали Перегружайтесь Сейчас оттуда выгружайтесь Сейчас даем деньги Миномарку покупайте такую же И эти и дальше Вот как люди располагали Они На чьё два каши Не выпасишь Я говорю Почему Господь Я на площади Я не раз проповедовал Он подходит в карман Суют Но у меня закон такой Я посмотрел сколько 300 рублей положили Я постараюсь В первые же дни Отдать 305 Кому-то помочь Но не столько А больше Поэтому Чем больше мне сует Тем я беднее делаю Вот по такому принципу Научи себя жить И тогда Ни за что Не придется отвечать В деньгах Дальше Полкованец Хорошо предлагает нам Этим он говорит Или то Что должны быть готовы К благоуставанию И проповеди Да Ибо прекрасно Говорит Ноги Возвещающему мир Исайя 53 7 Или что должно Нам быть готовым К исходу Живя по Евангелии Ибо Ноги Символ жизни Посему и говорит Поступайте Осторожно К Ефесянам 5.15 Готовны же Благоуставать Добрые дела Которыми Господь Господи Ты слышишь Желания Смиренных Псалом 9.38 Хорошо Хорошо Также сказал Мир Так как он Напоминал о войне Витрии, то показывает Что войну Это нужно Вести против демонов А не против людей Ибо о мире Благовестие И что Сражаясь с демнами С демонами Мы Пребываем в мире С Богом Которого Не должно снова Возбуждать Войне против себя Нарушаем ее На благая весть Уже есть Победа Совершенная Совершена Совершена Посему Не будем Спрашиться Шестнадцатый стих А паче всего Возьмите щит веры А щит веры Смотри еще Вооружие Щит Вот этот щит Которым Возможете Угасить Все Раскаленные Стрелы Раскаленные Стрелы Раскаленные Раскаленные Стрелы Когда нападают Пираты И они Стрелы Намазаны И летит огонь И зажигают Намотаны Как сарапами И горит Смола А когда сразу Выстрелы Двадцать Триста Человека Не успеешь Тушить А Кормят Они Железные Деревянные Там Полыхает Стрелы И Стрелы И Стрелы И Стрелы Стрелы И Стрелы И Стрелы Б угощает это, потому что если демонов она покоряет, то тем более страсти. Ибо разжигает для тебя похоть, ты, верою в будущее и благо и радость, погасишь ее. Падает для тебя искушение, верою в будущее, и ты найдешь утешение. По размыслим, каким огнем болит был Абраам, когда приносил жертву своего сына, но вера погасила этот пламя. Ну да. Еще что-то дальше. Из 17. И шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божие. Вот это как говорили. Толкование. То есть спасающие и перевекающие. Ибо если мы будем иметь веру спасающие и охраняющие нас, то скоро получим и спасительные попыслы, охраняющие нашу главу или руководительным умом. Вышесказанно Павел нас вооружил, чтобы не причиняли нам вреда враги. А теперь дает оружие, которым мы сами можем причинять сильный вред врагам. Итак, мечом Духа называют иносказательно или самого Духа, или Духовную жизнь, которой сокрушается глава дракона. Духовно же все имеют и есть Слово Божие, то есть заповедь. Ибо если мы будем исполнять его заповеди, то будем умиршлять змея лукавого, как говорит Исаия, или же Слово Божие, есть выражение, во имя Иисуса Христа встань и ходи, и я не хрешусь, и тому подобное. Или же мечом Духа называют просто мудрость духовную, ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча, евреям 4.12. И имеющий дар всего духовного меча и глаголющее божественное неодолим. Так повтори еще раз. И имеющий дар всего духовного меча и глаголющее божественное неодолим. Каков был сам Парль? Кто там что-то не так, кто-то не считает, Господь знает, понимает. И главное помнить, когда Господь знает, это не правда. Что это тут? Это метарик. Игнат Тихонович. Там 7 минут осталось. Кто из живущих на земле не слышал о такой стране, как Россия? И кто не слышал того, что ее называли Святой Русью, когда был у нее православный царь? Почему же Бог попустил, чтобы исчезло и то, и другое? Почему меч Господень пожрал все это? Почему меч Смитьянов и Гонщиков оказался сильнее Святой Руси православного царя? Читающие этот завет знают, что когда цари и народ уклонялись от служения Иегове закрывали уши свои от слышания Слов Господи, Бог посылал вестников своих и пророков и предупреждал в грядущем дне если не покаяться, не возрождаться к Господу Савову. История дом только носил название православного последний царь из дома Романовых Николай говорил, что он солдат на горбове достиг. Почему никто из имевших общения с царями не говорил, что истинной меч, данный самим Богом, тот меч, который делает человека непобедимым и неодолимым, и этот меч, и этот меч Слово Божие. Ибо Слово Божие живы и действенны и острее всякого меча к Евреям 4 глава имеющий дар своего духовного меча и подборящий божественное неодоление. Каков сам был Павел. Скоро исполнится сто лет каков совершил казнь над Россией и над царствующим домом. И ни разу нигде, ни здесь, ни за границей следователи этой катастрофы не указали на истинную причину этого катаклизма. Указывают на житом отслонов, говоря, свое заступление от Бога, но не говорят в чем оно выражалось особенно. А причина в том, что народ не был привязан к Слову Божию, не знал его и не проповедовал о Христе. К этому его никто не призывал в форме сектантов, которых царское правительство и Синод жестоко преследовали. И сегодня, как перед революцией, похожая обстановка. Уроки спречно различены не были. Ивангелие не на первом месте и даже вовсе не на каком. Ибо Слово Божие живое и действенное, острее всякого меча и имеющий дар всего духовного меча и благолющее божественное не отдание врагов был сам Павел. Поэтому нас ждет наказание еще более ужасное, чем в 1917 году, как богатступников и идолопоклонников Израиля. Да. Ну, когда все знаешь, Господь открывает тогда, каждые были тогда люди, которые хотели, говорили, но уже все было. Когда сам собрался в 17-18 и охраняют красные армейцы стоят, а мископ проходит и говорит, да разве это Бог учил? Он говорит, конечно, мы считали ему, мы только крышку целовали. Он говорит, я и попрятался. Крышку целовали. Выйдет он, ревет яко. И начинает, говорит, как швель в дубле. И наконец заходит до такого крика, что кажется, у него или пуп отольется, или сделает то, что в храме делать нельзя. Надо стоять. Крика такая есть. Вот нам Бог позволил сегодня собраться. Три-шесть человек. Больше нет. Мало что прошли мы. Достаточно, чтобы поразвышлять об этом. Ну а дальше уже говорит, что накрывает все. Почитаем этот заговор. Пусть надо следить. Всякую молитву и упрощение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом. Со всяким постоянством и молением о всех святых. Видите, как? Результат всего этого. Даша объяснил это оружие. Во все оружие. Мы в одном месте были, где-то на востоке. И в это время пришел мужчина. Видимо, муж, библиотекарший, и говорит, что еще привезли мне книги. Книги. В автоматы привозите сюда. Свергать эту власть надо. Я говорю, в автоматы мы и берем в руки. Ну что же вы такие? То есть мы встречались с разными патриотами. Если дома-то сидишь, и там все не узнаешь. А когда ездишь много, а ездили на очень много. Сто, кажется, двадцать тысяч километров прошли. Это три раза по экватору пройти надо. Надо научиться удивляться. Вот ребенок, когда начинает в разум ходить, он переспрашивает. Я читал про это. К платьям женщины прицепили, записывающим устройство. В среднем ребенок, я не знаю, возраст какой, задает матери с примерно четыреста вопросов в день. Как стремительно развивается. И поэтому мать тоже должна многое знать и отвечать духовным платьям. Дальше ребенок занимает мой духовные песни. А если еще этого не будет, то спрашивают меня сейчас. Я хотел попутно спросить. Там дом, который разобрали, еще долго не строят? Не хватает патриарного дома, да? Я точно не знаю. Ну средства нужно это. Сверху надо землю оформить. А эти не едут, чтобы с Мамотова. Никак не могут приехать, чтобы участник сделать. И дело в том, что в добрые дни уходят. Я привык к тому, чтобы успевать надо сделать. Тем более, Иосипов домик, который видел, как обширили. А ты внутрь заморил? Нет, внутрь нет. Закрыт был. Поехали. Так. Николай Гроднич, открой его, покажи. А ты сама намыл? Тоже зайди посмотри. Это два места, которые в замену отнято у меня. Давай увидишь. И как обширее. С этой стороны, там где дверка есть. Мы очень благодарны тебе за труды. Так, все получилось. Все. Слава Богу. Все сейчас. Все. Ровно. Давай, Герой, давай. Попробуем. Песня. 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 А Ты, Господи, учишь нас окружиться Словом Твоим, ибо Слово Твое – это меч обоюдоострый, это Слово Твое – это предпоясанная истинная истина, ибо Слово Твое – это шлем, это Слово Твое – щи. Помоги нам, Господи, это все иметь и по жизни пронести Тебе во славу и людям, чтобы они видели это. За все Тебя благодарим, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.